Оружейный Плутоний. Это Вести недели. И я, Дмитрий Киселёв. Добрый вечер. Смотрите сейчас. В российском информпространстве эта неделя была удивительной во всех отношениях. И роль журналистов здесь переоценить сложно. После такого уже смело можно заключать пари. Ну, например, докатится ли российская пропаганда до того, чтобы объявить зарплаты и пенсии проделками Запада? Мол, их придумали лишь для того, чтобы отвлекать русских людей от духовности и патриотизма. Гадалки не ходи. И в этом всём нет никакого преувеличения. Помните недавнюю историю с протестами уставших от поборов дальнобойщиков в России? Ну, это гребёж, просто гребёж. Куда эти деньги дают? Платим, 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 платим. А эффекта-то нету. А почему мы должны уходить отсюда? Это наша дорога, за которую мы боремся. Тогда простых ребят довели до того, что они не побоялись перекрывать трассы федерального значения. И это в стране всепобеждающего ОМОНа. И при фактически полном игноре со стороны Киселёва и компании. Почему у нас по новостям никаких не было на ремонт дороги? Таких и не будет. А как семью кормить? Как жить дальше вообще? Почему мы вспомнили эту историю сейчас? Да лишь потому, что на этой неделе одна из говорящих голов власти наконец рассказала народу, что к чему. Чтобы вы понимали уровень, оказывается, никаких дальнобойщиков вообще не было. А были сплошь переодетые агенты Госдепа. Там не было дальнобойщиков. Вообще. Там были боевики Навального, которые сказали, мы теперь дальнобойщики. Абсолютно. Для рядового российского зрителя, который в тот момент воевал у телевизора то в Сирии, то в Украине, и о протестах своих сограждан толком и не слышал, всё сразу становилось понятно. Вылазишь в телевизор, говоришь, это Госдеп. Точка. Съел булочку, пошёл домой. Потом пьёшь коньяк и радуешься, как подхватили твою ахинею. Конец истории. Слышал, Василий? Навальный-то своих белоленточников переодел, плюс актёров со Львовского театра подвезли. Но нас, настоящих патриотов, ряжеными не проведёшь. Там не было дальнобойщиков. Вообще. А теперь посмотрим несколько фотофактов с якобы подставного протеста. Ну, не будет же российский депутат на всю страну в рай? Вы только посмотрите, сколько дорогущих тягачей этим якобы ряженым дальнобойщиком согнали. Ох уж этот Госдеп. Да и актёров, видать, прямиком из Голливуда везли. Вы только гляньте, какие типажи. Ну, требовать нас вот так вот, воровать нас, грабить нас не надо. Замечательно. Поразительно. Гениально. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Ну, а если отбросить в сторону иронию, можно лишь поразиться, как в России легко отказываются от своих людей. Ещё вчера они вместе с остальными кричали «Крым наш!». Но стоило самим дальнобойщикам попасть в беду, как российская пропаганда моментально превратила их в тех самых агентов Госдепа. Ведь зачем решать проблему, если в любой момент можно сказать «братцы, это не мы виноваты, это враги всё врут». Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. В чём и дело. Объявить всех, кто вам не нравится, и всё, что вам не нравится, газдеповскими кознями – это приятно и весело. И при таком подходе можно не сомневаться, что очень скоро врагов народа найдут и среди медиков, и среди учителей. Там были боевики Навального. А почему бы и нет? С дальнобойщиками-то все проглотили, а значит, караван идёт. А пока народ занят поисками национал-предателей, федеральные каналы продолжают поднимать планочку антифашизма по-русски. Достается целым народу. Ну, вот просто послушайте. Плюёт в твой почтовый ящик, гадит тебе под дверь, а сама при этом пускает жить в свою квартиру людей с разбойничьими лицами и окровавленными финками в кармане. А вот это уже свеженькое про Украину. А украинцы в этой картине мира не несчастные дикари, а нахальные бедняки, вроде такие же белые, но в силу своей природной линии. Но в силу своей природной линии. Понимаете, ленивая нация. Хоть бы кто палец, а палец ударил. Ну, а если серьёзно, то русский антифашизм, он такой антифашизм. Они не достойны жить в чистых, уютных фактверковых домах и ходить по воскресеньям в ту же кирху, что и допропрорядочные бюргеры. С другой стороны, нужно просто понимать, они рассказывают ровно то, что люди хотят услышать. А свежие опросы показывают, именно Украину большинство россиян считают главным врагом своей страны. Ещё раз, не Соединённые Штаты. Не Турцию, а Украину. 71% россиян назвали Украину главным врагом России. В Кремле могут танцевать чечётку. Два года рассказы о зловещей хунте в телевизорах россиян явно не прошли бесследно. Но главная-то схема работает. И вот уже после Украины в Москве заговорили о возвращении в родную гавань части Казахстана. Русские города Казахстана должны войти в состав России. Даже там русские сегодня ущемлены. Ущемлены, вы знаете, притеснение в Казахстане. Основной посыл как раз в стиле того самого антифашизма по-русски, о котором мы уже говорили. Мол, да жирновато для такой страны, как Казахстан, столько природных ресурсов иметь. Да и города России маме пригодятся. Ну как вам, духовненько? А вот для настоящего русского уропатриота в самый раз. Казахи согласятся или нет, это их дело. Но деваться им будет особо некуда. На богатой нефтью, газом и редкоземельными металлами Казахстан смотрит в упор щурясь великий Китай. И не особо удивляйтесь, если годика это через два киселёвы всех мастей будут кричать о страшном угнетении русских в Казахстане. Мол, фашисты из Астаны не дают мирным жителям Усть-Каменогорска думать на родном языке. Все земли русские, вообще, включая Австралию. А Казахстан, это же союзники. И вот говоришь, как вот эти вот пьяные мужики, да, ой, Серёга, я же тебя люблю, так, бэмс ему щелбан. Вот ты ж козёл, но я же тебя люблю. Да ладно, перестань морду делать. И ты понимаешь, кто в этой компании сильнее, главнее, а то занимает подчинённую роль. Ну а дальше совершенно случайно возникает якобы местная самооборона, причём сразу с танками, градами и далее по списку. А чуть позже Интерфакс опубликует новый опрос, где уже Казахстан окажется главным врагом русской нации. И во всём этом нет ничего нереального. Ну, если люди прямо говорят, да, неплохо бы отжать, а в красивую идеологическую обёртку вот это самое отжать, уже пропагандисты завернуты, им за это деньги платят. Так банальный бандитизм и воровство превращаются в возвращение в родную гавру. Ну а если верить тому, что рассказывают россиянам по телевизору, то скоро даже отпускников использовать не нужно будет. Все, на кого положила глаз Россия, сами к ней прибегут. Ну а чё, денег регионам стали давать даже больше, чем до кризиса. Правда, не всем. А, совсем не всем. Только Чечне. Чечня традиционно входит в тройку самых дотационных регионов. Помощь не урезают, даже когда сокращают остальным. В прошлом году дотации регионам в среднем сократились на 3%, а финансирование Чечни выросло. Всем урезали, а Грозному добавили. Вот же интересно, а почему? Да и судя по вот таким новостям, одними деньгами дело там не обходится. Третья новость про Роснефть. Глава Чечни Рамзан Кадыров просит правительства передать Грозному 100% бумаг Чеченнефтехимпрома. Передать Грозному 100% бумаг Чеченнефтехимпрома. Глядя на всё это, есть большое подозрение, что в Москве уже сами боятся своего же проекта по превращению Чечни в большую военную машину. Вот и откупаются деньгами. В Кремле не стали комментировать речь о передаче Грозному 100% Чеченнефтехимпрома, который сейчас контролирует просто имущество. А попробуем урезать финансирование, как остальным регионам России. И как бы ни пришлось потом всем правительствам Чечня это круто кричать. И напоследок минутка позитива. Спустя годы рассказов пропагандистов об успешном импортозамещении. В некоторых областях народного хозяйства импортозамещение всё же набрало такую силу, что производство превысило спрос. У этого самого импортозамещения появились вполне себе наглядные символы. К мужичку на маленьком плоту, который недавно рассказывал о том, что Роллинг Стоунс слабаки и неумехи. В общем, группа Трокс какая-то. Я слушал, и сейчас ужас какой-то. Уши просто вяну. Как я мог это вообще сказать? Роллинг Стоунс, но они же гитару не настроили за всю жизнь ни разу. Пинтер Джаггер ни в одну ноту не попал. Ну, что поделаешь. На этой неделе присоединился бросивший коня Ясаул с не менее шикарным перлом о группе Битлз. Олег Газманов назвал Битлз группой, не умеющей играть. Смех смехом, но на самом деле давайте просто посмотрим. Вот это импорт. А вот это импортозамещение. И можно больше ничего не говорить. Тот случай, когда наглядность лучше любых слов. Ну да, импортозаместили. Кстати, Лада намного надежнее буржуйского мерседеса. М-м-м.